Объект с многолетней историей. ДК-строитель был открыт на базе Треста-Сургут-Газстрой в конце 60-х. Сегодня это единственное муниципальное культурно-досуговое учреждение в городе. Вопрос его реконструкции стоит давно. На каком этапе находится решение, обсуждали на Комитете Думы по социальной политике. Подробности знает Валерия Кудрявцева. По результатам последнего технического обследования городского культурного центра общий износ здания 65%. Несущие стены, фундамент, перегородки и крыша обветшали на 70%. Отталкиваясь от этих данных, в мэрии города решили, что объект снесут и построят новый. Сегодня специалисты готовят необходимые документы для проведения реконструкции. Выполнены следующие объемы работ. Это архитектурное решение на 80%, это спортивно-тренировочное решение на 50%, это конкурсное решение на 15%, это совершенно расчетно-брозы на систему водопотребления, водопотребления, отопления и витиляции. На сегодняшний день ведется расчетно-брозы по электроснабжению на данный объект, сети инженера-технического обеспечения, включая оборудование, перечень инженера-технических мероприятий на 15%. Закончить проектирование и пройти госэкспертизу чиновники рассчитывают в октябре этого года. Стоимость работ больше 12 миллионов. На заседании комитета Думы Сургута по социальной политике также стало известно, как будет выглядеть новый городской культурный центр. Депутаты поинтересовались, продуманы ли парковочные места рядом со строителем и не пострадают ли зеленые насаждения вблизи учреждения. На сегодняшний день у нас площадь земельного участка по факту, состоящая в завтрашнем городском учреждении, 9 тысяч 100 квадратных метров. Соответственно, ждем проекта межелания микрорайона 19. У нас площадь земельного участка увеличится до 12 тысяч 200 квадратных метров, что позволит обеспечить парковочное пространство. Иван Сорич отметил, что при проведении работ большую часть деревьев сохранят, пересадив в другие места. Волновало народных избранников и где возьмут средства на строительство городского культурного центра. Хотелось бы более подробно узнать о готовности финансирования уже не проектно-изыскательских работ, а именно самого проекта. Какие-то шаги предприняты в этом ключе, какие-то есть соглашения, договоренности. Мы во взаимодействии с коллегами из округа, потому что в любом случае проект будет финансироваться не только из средств муниципального бюджета, там будет наверняка субфинансирование, но мы, естественно, рассчитываем на включение в окружные или в федеральные программы. То есть у нас оба варианта есть – или окружная программа, или федеральная адресная инвестиционная программа. Обязательное условие включения в региональную или федеральную программу для софинансирования строительства учреждения выполнены проектные работы и положительная госэкспертиза по всем документам. Однако специалисты администрации отметили, что в округе знают про намерение реконструкции городского культурного центра. Ведь специалисты мэрии направляли предварительные заявки на участие в окружных программах. Городской культурный центр также является единственным в Сургуте муниципальным культурно-досуговым учреждением. Именно эти факты, по словам чиновников, должны помочь городу стать участником региональной или федеральной программы и получить средства на реконструкцию объекта. К обсуждению вопросов в доме вернутся на заседании в сентябре.